Почётные гости фестиваля Добрый вечер. Видимо, мы действительно почётные гости фестиваля, потому что приезжаем к почётным годам. Я была здесь в 1986 году. Сейчас какой у нас, в 1998 году? Да, действительно, почётные члены. Замечательный вечер, замечательный... Не слышно, да? Ну, давайте, погромче скажите, что нужно сделать. Громче? Громче. Голос громче. А так? Ну, а теперь? Ещё громче? Нормально, ну, отлично. Ну, можно я буду петь, да? Ну, хорошо. Замечательное небо и закат, как в Японии. Поэтому очень прошу вас, если кто-нибудь будет в Японии, найдите такого человека, Лёдзе Токахаси, который выращивает журавлят, учит их летать. А в это время меня чуть не сбила машина. Мы вышли из войн с такими потерями, что человека надо боготворить. А у нас любой, в любой бухгалтерии, любого может обматерить. Вот и на меня вчера, без всякого там политесу, выплеснули прямо-таки вековую злость. Мне сказали так, ой, подумаешь, политеса, ой, что это много вас поразвелось. Много или мало, я ведь не считала, я так никогда вообще не ставила вопрос. Но, видимо, нас много распряло на дорогах, приходится выпархивать из-под колёс. А за рулём сидел не очень такой богатенький, и он не кинулся меня поднимать. А наоборот усмехнулся так гаденько, и вспомнил Японию и чью-то мать. А в Японии нет городового, матери японские спокойны и нежны. Так зачем своим поганым словом порочить честь с японской стороны? А в Японии праздники начинаются, с Пасхой совпадает японский Новый год. В это время вишня, что сакурой называется, ах, как надрывается, ах, как цветёт. И японцы глаза свои неширокие широко раскроют и восторженно глядят. А потом идут в кафе и караокают, ах, как караокают, ах, как сидят. А один японец, лёд Ситакахаси, про него рассказывала передача «Взгляд». У него птенцы живут так, как в яслях, он в скорлупках прямо нянчит журавлят. Он к ним нежно по-японски обращается, он не орнитолог даже, он человек простой. А они потом летят и возвращаются, за словом ласковым, за добротой. А у нас всё больше мата год от года, по-другому просто разучились говорить. Безозрения совести могут пешехода, поэтессу, даму приятную во всех отношениях, лауреата Грушинского фестиваля, если и не сбить машины, так обматерить. Я скажу открыто, не надо обижаться, обещаю честно, прям-таки клянусь. Если это всё так и будет продолжаться, я улечу от вас и не вернусь. Спасибо. Вы знаете, когда здесь встречаешься на фестивале с друзьями, и спрашивают, ну что, как песня, и говоришь, вот столько нового там, а они просят петь старое. Поэтому вот такая песня с бородой, с небольшой бородкой, стрелочник. Три светлых облака, несущих зной и вьюгу, Три горьких опыта, идущие по кругу, Три вечных стадии познания друг друга, Три ветхих станций, мечта, любовь, разлука, Стрелочник, стрелку переведи. Да и хоть ненадолго нам остаться, На той светлеющей впереди, Наивесеннейшей инстанции. Не верю зеркалам, календарям и вехам, Не верю времени, которое врачует, И острой нежности вакон заполнен сверху, А острой жалости порожняком кочует, Стрелочник, стрелку переведи. Да и хоть ненадолго нам остаться, На той остриши, как боль в груди, На исчезливейшей инстанции. А время мчит, вперед веснуются колеса, И все вчерашнее отплакано от бета, И милых глупостей по ком летит с откоса, А мудрых милостей давно оставлен где-то. Стрелочник, стрелку переведи. Да и хоть ненадолго, но остаться, На той тишайшей, как стон в груди, На и пустынейшей инстанции. Стрелочник, стрелку переведи. Да и хоть ненадолго, но остаться, На той светлеющей впереди, На исчезливейшей инстанции. А вот сейчас первое исполнение Песни, новой песни, совсем новой. Написала я ее целый год. Да, тут небольшая перестройка гитары, Но это немного времени займет. Как раз вы успокоитесь. Песня называется «Посвящение маме». Бедное мое сердце Плачет о тебе, мама. Вот уже и солнце сено, Только мне дня мало. Мало этой ночи душной. Год прошел, а мне мало. Я прижмусь щекой к подушке, Вышитой тобой, мама. А на ней цветут розы, Незабудки пионы. Сколько я не лью слезы, Не распустятся бутоны. Даже если слез ливень Или затяжной дождик. Если б я была счастливой, Ты бы прожила дольше, Ты бы прожила дольше, Вышила цветов больше. Субтитры создавал DimaTorzok